Восьмого февраля фонд Сколково и американская корпорация EMC подписали соглашение о сотрудничестве, в частности, о создании в России научно-исследовательского центра. В его задачи будет входить разработка решений для облачных вычислений больших данных и аналитики в сфере биоинформатики и энергоэффективности. У нас есть области, в которых Россия еще, слава Богу, поддерживает определенные ведущие позиции и есть надежда, что мы их сохраним на определенной пересекте. Такими областями являются ядерная и космическая. Со всеми оговорками. Эти две области, насколько вы понимаете, они являются достаточно специфическими, в каком-то смысле закрытыми. В России представлены вполне конкретным узким списком корпораций, банки которых развиваются и предупреждены эти технологии. Два класса представлены потому, потому что мы жутко отстали. Класса энергоэффективности. Страна богатая. Много пуля, газа, нефти. Никто не смотрит на электрический счетчик, но в последнее время, по крайней мере. И технология, связанная с энергоэффективностью, никогда не договорился. Мы отстаем кратко по этим показателям, поэтому мы посчитали целесообразным, если вопросы эффективности будут проритетны, то мы, по крайней мере, попробуем как-то догнать ведущие мировые корпорации по уровню изменения различных технологий. Кластер IT, который, вообще говоря, наиболее динамично развивающийся в отрасли, как в мире, так и в России, и в котором, безусловно, используется этим достаточно трудно, у нас есть наиболее продвинутые и хорошо подготовленные специалисты. В первую очередь, это математики, это системщики, это компьютерщики и программисты. Это область, в которой на сегодняшний день Россия в себя чувствует достаточно уверенно, вы, конечно, видите. Много примеров в этом направлении. Поэтому неизбежно проект «Сколков» — это живой проект, в котором мы ориентируемся на базовые системные тренды, которые существуют. И то, что у нас получилось эффективнее наиболее всего в области IT, говорит о том достаточно большом, живом, естественном потенциале проектов, которые существуют в России и кадровой подпитки, которые существуют в России. Поэтому это пользуется двухсторожным движением. С одной стороны, безусловно, это интерес крупных корпораций к вам, потому что у нас есть этот потенциал. А с другой стороны, и наши возможности, что на сегодня предложить интересного глобальному рынку. И поэтому, наимонно-динамично мы, конечно, развиваемся в этой системе. В свою очередь, старший вице-президент EMC Джоэль Шварц после церемонии подписания отметил, что компания приступит к исследовательской деятельности и разработкам «Сколково» уже в этом году. Это научное отделение станет частью глобальной сети RD-центров компании EMC, которые находятся в частности в Китае, Египте, Индии, Ирландии, Израиле, Сингапуре и США. Каждый такой центр фокусируется на проведении инновационных исследований и разработок по одному из многих направлений деятельности EMC, таких как облачное вычисление, информационная безопасность, виртуализация, управление данными и интеллектуальное управление информацией. При этом данные направления впервые будут так глубоко исследованы специалистами EMC именно в центре «Сколково».